В эфире НВК Саха актуальное интервью. В студии работает Алексей Соколов и гость в нашей программе сегодня ректор Северо-Восточного Федерального Университета имени Максима Кировича Амосова Евгения Михайлова. Евгения Исаевна, здравствуйте. Добрый день. По традиции мы подводим итоги года и хотелось бы понять, с какими показателями завершает университет 2017 год. Во-первых, надо сказать, что 2017 год это один из тех знаковых периодов жизни для нашего большого коллектива студентов, преподавателей и сотрудников университета. Естественно, мы, во-первых, имеем такую традицию, что год объявляется в знак чего-то. 2017 год был объявлен годом Максима Амосова. Если вспомнить эти 8 почти лет, то, что университет сегодня имеет новый статус федеральный и организационную правовую форму как автономное учреждение, то прежде всего это, конечно, то, что изменился качественный состав студентов. Очень хорошие студенты сейчас к нам поступают. И наше участие во многих международных и всероссийских олимпиадах, где студенты нашего университета становятся победителями, занимают, например, первое место по стоматологии, третье место по математике и так далее. Университет, который входит теперь в число 40 ведущих российских университетов и занимает уже прочно 33 место в национальном рейтинге, как раз говорит о том, что успехи есть. Ну вот говоря о повышении качества образования, все-таки там большая заслуга, наверное, профессорского и преподавательского состава. Не могу не спросить, что университет делает для поддержки преподавателей? Какая сегодня зарплата, например, средняя? И какие там методики и начисления зарплаты преподавателям? Ну, если, допустим, мы знаем, что абитуриенты к нам приходят из школ и средних учебных заведений, то университет работает в этих учреждениях, организациях для того, чтобы получить качественный состав студентов. А для этого, конечно же, преподавателям надо было учиться, например, совершенствовать свои технологии, компетенции и так далее. Поэтому в университете уже восьмой год работает одна очень серьезная программа инвестиций в НПР, научно-педагогических работников. И вот в этом плане тоже я с радостью могу доложить, что практически 100% преподавателей обучены новым технологиям, информационным, образовательным и так далее. Ну и, конечно же, их уровень работы, их уровень преподавания, он очень серьезно и существенно повысился. И вот, например, опять-таки, по итогам 2016-2017 учебного года по уровню преподавания мы занимаем вот по таким предметам, как, например, направление математика. Мы входим уже в 25 наших российских университетов, топ-25 по уровню тех предметов, которые касаются науки о земле, как биологии, химии, медицины. Мы входим уже в число топ-20 университетов России. И совсем недавно тоже вышли итоги по общественным наукам, гуманитарным наукам. В наш университет входит уже топ-10 университетов России. То есть это как раз вот уровень преподавания. Вы говорите о плотной работе, то есть науке в системе высшего образования. В том числе. Да, здесь хотелось бы все-таки услышать какие-то практические проекты научные, инновационные, которые были реализованы или, может быть, задуманы на территории Северо-Восточного федерального университета и сейчас, собственно, работают с практической точки зрения. Ну, вообще, надо сказать, что у нашего университета научных направлений 13. Ну, таких вот основных. А если внутри этих основных направлений посмотреть под направлением, то их более 40, например. И направления, которые касаются, конечно же, сохранения, развития культуры языков народов Северо-Востока Российской Федерации, например. Или вопросы, которые касаются медицинского образования. А здесь это практически почти все направления, которые касаются здоровья человека. И, может быть, вы даже недавно слышали, что созданный нашим университетом при поддержке Минздрава Республики, это центр трансляционной медицины, руководит которым Иван Петрович Троев, сегодня впервые, вот буквально два дня тому назад, доложили о том, что была проведена первая операция, когда из клеток, собственно, человека выращены были нормальные клетки, которые, значит, были адаптированы в организм человека. То есть это государственный заказ ожогового отделения Республиканской больницы номер два. Конечно, для этого пришлось тому же Ивану Петровичу учиться целых четыре года. И я очень рада, например, что вложения, которые сделал университет, они не прошли даром. Вот таких вот направлений в области математики, в области физики, например. Например, математика, это не просто там дифференциальное, например, исчисление, это прежде всего прикладная математика, это моделирование, математическое моделирование тех или иных направлений, которые касаются, скажем, строительства, например, строительства домов, в том числе, например, скажем, работа со скважинами. И, может быть, вы слышали, построили же недавно перитональную больницу, да? И фундаменты, это 300 фундаментов, это работа нашего малого инновационного предприятия Артикбур. И мы сегодня очень рады, что, например, у МИПов малое инновационное предприятие, которое приносит доход около 300 миллионов, это не из области сказки, например, или только от интеллектуальной... Это доходная часть этих... Конечно, да. А вот то, что касается работы именно интеллектуальной собственности, и уже оттуда университет получает какие-то суммы денег, это около 110-112 миллионов рублей. Это ведь тоже недавно, скажем, лет три, ну, года три тому назад практически такого документа не было. Чтобы прийти к таким доходам, надо, собственно, и вложиться, наверное, откуда деньги. Ну, естественно. Насколько я понимаю, по всей стране федеральные университеты имеют так называемые эндаумент-фонды, да? То есть фонды, которые... Да, энд-фонды это как бы другое, а прежде всего, может быть, вы слышали, когда мы стали участвовать в конкурсе в 2009 году для того, чтобы получить новый статус федерального университета, была разработана программа. Я как раз руководила рабочей комиссией по разработке этой программы развития университета. Она рассчитана на 10 лет, и практически к 2020 году, например, университет должен был быть признан на отечественном уровне. Но мы, скажем, идем несколько в таком опережающем темпе, например, и 5 миллиардов, которые, значит, были заложены по этой программе при поддержке правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, ну и, конечно, нашего правительства. Но сегодня, во-первых, эта программа помогла нам создать уникальный парк нового научного оборудования, во-вторых, значит, вот то, что повышение квалификации наших преподавателей, ну и, в-третьих, это то, что касается студенческого самоуправления, развития именно вот таких органов, которые бы касались и научных интересов наших студентов, аспирантов, магистрантов и так далее. То есть, широкая дорога для того, чтобы обучать молодых людей. Все-таки, возвращаясь к вопросу эндауменфонда. А что касается эндауменфонда, ну, это была, как бы, скажем, идея у меня взята от такого очень хорошего исторического административного, ну и разного уровня интереса американских университетов. Ну, может быть, слышали, там у Гарварда все началось, там, скажем, 700 долларов, например. Сегодня это более 23 миллиардов долларов их эндауменфонд. Ну, у нас поскромнее. Мы пока собрали где-то около 460 миллионов рублей нам удалось. Здесь, конечно, нам большую помощь оказывает Егор Фнач Борисов, глава республики. Ну, и компания алмазная наша. Практически мы создали эндауменфонд, фонд целевого капитала, когда еще работал президентом компании Федор Борисович Андреев. Сейчас Сергей Сергеевич Иванов тоже поддерживает. Ну, и я, кстати, в пользу случаем хочу поблагодарить вице-президентов Ивана Кирилловича Демьянова и Игоря Витальевича Соболева. Благодаря их поддержке, конечно, наш эндауменфонд развивается. Ну, и БТВ, значит, банк, Заберегательный банк России. Ну, и где-то около, значит, более, по-моему, и 100 юридических лиц Ассоциации выпускников университета. Ну, и физические лица, те, которые сделали, значит, определенные вложения в наш эндаумен. Год предстоящий, насколько мне известно, год школы в СВФУ. Да, мы объявили годом школы. Здесь о чем все-таки речь идет, хотелось бы понять. 1 декабря 2010 года нам удалось создать Ассоциацию Общеуниверситетский образовательный округ. Сейчас в этом округе около 100 лучших колледжей, гимназий, лицеев не только, значит, республики, но и других регионов. И проводится, скажем, ну, в первую очередь это Олимпиада для школьников, СВОЖ называется, Северо-Восточная Олимпиада школьников по 20 примерно предметам. Ну, ежегодно меняется. Мы проводим конференции, форумы. Эти мероприятия, конечно, прежде всего направлены на то, чтобы поддержать учителей, которые работают в этих школах, особенно в сельских школах. Ну, говоря о годе следующем, все-таки не могу не спросить в завершении нашего эфира, ну, ни для кого не секрет, что ожидается смена ректора в университете. А, ну, конечно, да. Министерство образования Российской Федерации и науки будет принимать определенные решения, но я сейчас не о том, кто будет, меня больше, наверное, беспокоит все-таки ваше будущее. Где, куда, как вы. Ну, если, конечно, ученые совет университета позволят, и они изберут, и доверят мне президентство университетом, я буду президентом. Хотелось бы более системно заниматься стратегией университета, а не время от времени. Так, сами понимаете, что текущие дела очень много времени занимают, к сожалению. Вот я сегодня, например, до пяти утра, вот вчера прилетела, до пяти утра смотрела почту. Отчетов. Это очень ответственная работа. Сегодня, допустим, если ты это не сделал в ночное время, то днем какая-то часть работы может из-за этого простаивать, например. А сейчас же еще время отчетов. Понятно, что отчета надо хорошо готовить, их специалисты готовили, но вот компоновать, где-то что-то расставить, это тоже целая, скажем, наука. И второе, чем бы я очень хотела тоже системно, а еще и систематически заниматься, это, конечно, с зарабатыванием денег. Не для себя лично, а для университета. Спасибо. Ну, не смею больше тогда отнимать времени. Спасибо большое, Евгения Исаевна, что нашли время, пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо. Я еще раз напомню, что в программе «Актуальное интервью» гость была ректор Северо-Восточного федерального университета Евгения Исаевна Михайлова. Спасибо.